МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 16 августа 1855 года, Александр II настоял на взятии ответственных скалистых Федюхинских гор под Севастополем во время Крымской войны. К сожалению, это привело к поражению русских войск у Черной реки. 16 августа 1945 года в Москве между СССР и Польшей подписан договор о советско-польской границе. В основу документа легла линия Кирзона, предложенная еще в 1919-1920 годах. В этот день родились Юрий Рерих, русский востоковед-лингвист, Павел Кутахов, главнокомандующий ВВС СССР, дважды Герой Советского Союза, Леонид Беда, летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. В этот день, 16 августа, умер запорожский гетман Богдан Хмельницкий. Хмельницкий вошел в историю как человек, при котором Малороссия вновь стала частью Руси. Оказав вместе с казаками вооруженное сопротивление польско-литовской власти, он ввел неожиданно успешную политическую игру. Москва не сразу стала основным союзником Хмельницкого и его войска. Но чем дольше шла война, тем лучше Хмельницкий понимал, что объединение с Руссией спасет дело. Богдан, по рождению Зиновий, принадлежал к родовитой казацкой семье и был сыном Чигиринского сотника. Считается, что юношу с успехом обучался в школах, так что впоследствии выдался среди казаков большую образованность. Вместе с отцом юный Хмельницкий участвовал в Цицорской битве в 1620 году между войсками Речи Посполитой и Османской империи, в которую отец пал, а сын был увлечен в татарско-турецкий плен. Он пробыл в Полоне два года и смог близко познакомиться с татарскими обычаями и языком. А также завести дружбу с некоторыми знатными лицами. Все это оказало большую помощь в его будущих деяниях. До восстания Богдана казаки бунтовали и ранее, хотя Хмельницкий предпочитал Речи Посполитой служить. Некоторое время он занимал должность войскового писаря, а затем занимал должность Чигиринского сотника, как и его отец. Он привык к польскому строю, считал его наилучшим и уже впоследствии имел ссоры с москвичами, именно из-за того, что для Москвы этот строй был чужд. А в Малороссии Хмельницкий сохранял польские порядки, насколько это было возможно. В 1648 году Хмельницкий был избран гетманом войска Запорожского, хотя за несколько лет до этого его уже выбирали гетманом, но он отказался. Тогда же войско Хмельницкого выступило против поляков, хотя повод для восстания был, видимо, сугубо личный. У Хмельницкого был отобран хутор Субботов, разорено хозяйство, по некоторым сведениям насмерть засекли его 10-летнего сына, да еще покусились на его женщину. Хмельницкий начал искать суда его правы, но польские судьи нашли, что с той самой женщиной он не был обвенчан должным образом, а нужных документов на владение Субботовым не имел. Хмельницкий, как подстригатель, был брошен в тюрьму, из которой его освободили друзья. И личное обращение к польскому королю, которого Хмельницкий знал по прежним военным временам, оказалось безуспешным. По легенде король ответил «У тебя есть твоя сабля». Хмельницкий последовал совету короля, собрал отряд охотников, и с их помощью Богдан поднял казаков всей Сечи, и обратного пути уже не было. В битве на Желтых водах и Корсуне Хмельницкий одержал победу, которая вдохновила уже весь украинский народ на борьбу с Польшей. Внутренний распоря в Речи Посполитой выдалась на редкость кровавая, казацкий лидер пережил все, и невероятные победы, и обидные поражения. Его то носили на руках, то получал он в спину пожелание, чтобы его первая пуля, пуля не минула. В начале 1657 года Хмельницкий, чувствуя приближение смерти, велел выбирать ему преемника. В угоду старому гетману рада избрала его юного сына Юрия, а в августе он призвал к себе близких и попросил, «Я умираю, похороните меня в субботове, которое я приобрел кровавыми трудами и которое близко моему сердцу». Знаменитый гетман пожелал покоиться в хуторе, в борьбе за которую началась его мировая слава. Однако в 1664 году польский воевода Стефан Чернецкий сжег субботов, а затем повелел выкопать прах Хмельницкого и выбросить его тело на поругание из могил.